Без малого два года назад Риги Когу составил и проголосовал за список объектов культуры государственной важности, строительство которых финансируется из фонда «Капитал культуры», в который средства поступают за счет налога на азартные игры. Пожалуй, главным объектом из этого перечня является пристройка к театру Эстония. Таллинн еще в 2021 году четко сформулировал свою позицию, которая за это время не менялась. Речь идет об историческом здании. К тому же, вся территория, на которой находится театр, в том числе и парк, под защитой ЮНЕСКО. Ни Министерство культуры, ни парламент за это время не решил этого юридического казуса, а труппа театра не понимает, почему вопрос никак не решается. Сегодня была сделана попытка сближения позиций. Прошел круглый стол с участием министра культуры, мэра Таллина, труппы театра и других заинтересованных сторон. Михаил Кылвард, приведя убедительные аргументы, также вынужден был еще раз указать на юридическую, а не политическую составляющую этого вопроса. На данный момент действующее законодательство это не позволяет делать, и мы поэтому не видим оснований для того, чтобы эту тему обсуждать по существу. Надо исходить из действующего законодательства и, прежде всего, исходить из действующего понимания правил защиты и принципов охраны старины. Если мы готовы отказаться от этих принципов, если мы готовы изменять законодательство, то это уже обсуждение совсем другого уровня. Созданная совместная комиссия продолжает обсуждение вопроса пристройки. Представление итогов ее работы запланировано на начало сентября. По словам представителя комиссии, по-прежнему на повестке дня разные варианты пристройки к театру Эстония, а также строительство совершенно нового здания. На сегодняшней встрече Мэр еще раз подтвердил открытость диалогу и понимание, волнений и пожеланий работников театра Эстония, о необходимости расширения и зала, и сцены. Но Таллин не видит возможности пренебречь охраной зоны вокруг театра, находящейся под охраной памятников старины. Здесь любое строительство попросту запрещено законом. Вопрос кардинального изменения облика жемчужины эстонской культуры и архитектуры требует общественного консенсуса и изменения законов, что является прерогативой парламента, а не муниципалитета. Несмотря на достаточно острую дискуссию, после ее окончания создалось впечатление, что стороны все-таки услышали друг друга. Нужно признать, что сегодня прозвучали десятки ответов на самые важные вопросы, но в основном почему нельзя. Это самое простое. Хочется услышать ответ на вопрос, а как же это тогда можно осуществить. Нужно проработать все возможности и варианты, чтобы реализовать это, напомню, решение Риги Когу. Это не голая инициатива труппы или какой-то более мелкой группы людей, а решение парламента. К счастью, сегодня не прозвучало политических оценок вопроса возможной пристройки или строительства нового здания национальной оперы. С большим запозданием, но вопрос разбирают эксперты. Выработанные комиссии и варианты решения вопроса будут учтены культурной комиссией Риги Когу. Следующий этап обсуждения этого горячего вопроса, очевидно, ждет нас в сентябре.